так видно приветствую вас друзья как вы поняли это рубрика каждый день и сегодня у нас новый день значит сегодня начнем с того то что будем устанавливать резьбовые заклепки вот наш заклепальник я им еще не пользовался сейчас мы вместе с вами будем разбираться давайте значит вот посмотрите вот такой заклепальник под разные заклепки м5 м4 м8 м10 м6 так а м5 м5 нет что ли м6 стоит а м5 есть да м5 есть так и вот собственно так выглядят заклепки этого заклепка м6 эта заклепка м5 и вот м8 заклепка до 8 м8 м8 вот такие заклепки вот эти в пакетиках а эти я купил три рубля штука стоит вот три рубля штука и вот собственно нас и интересуют так тут значит стоит заклепка по так стоит под м6 как же им пользоваться то сюда наверно накручивать заклепка да но в принципе все 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 просто да а и у нас вот стоит м6 и вот стоит цилиндр под м4 то есть меняется эта штука и подаем 4 давайте попробуем накрутить да вот накручивать все ну и просто как обычным заклепальником вот так и сжимается и она вот тут включится так попробуем создам так пойдемте покажу куда мы будем их ставить значит эти заклепки хочу поставить на вот эти вот боковушечки вот сюда вот но здесь планировалось под болт м8 и тут ну 8 миллиметров отверстия заклепка получается в диаметре 9 сейчас я просверлю все эти дырочки и будем с вами установить заклепки только непонятно для чего вот это вот чуть такой за большой ключ вот сюда что ли да смотрите-ка это это если какая-то особо особо вредная заклепка будет да у вас да нет сюда как-то плохо садится непонятно вот тут какая-то есть тоже фокус ну где ты фокус прием вот а это зачем ладно поход дела разберемся пошлите сверлить сейчас я буду просверлю сверло вот нашел вот девятое сверло дрель конечно супер шуруповерт я забыл дома вот это да что за что за такое вообще чувак криво это так а там я чувствую будут проблемы там не подлезть ну ладно так давайте примерим заклепку так супер лезет так ну и собственно заклепываю супер итак попробуем крупным планом заснять как это происходит значит я накручиваю клепку до того момента пока не появится резьба болтик от так вставляем с этим на камеру можно даже побольше накрутить еще получше расплющилась так видно все неплохо так расплющилась и никуда она не денется супер сейчас попробуем поймать фокуса все и берида приваривает ушко и крепим ее чего угодно супер супер да это круто круто ничего не скажешь удобно так Ну, в принципе, если стойки не будет, я потом смогу поставить. Ладно? Так. Так. Какие-то мутыклисты нет. Так. Крутяк! Ну, все. Все. Смотрите. Закрепили. Теперь на съемные, на такие аккуратненькие шестигранники. Все. Вот здесь вот стойка стоит, пока не могу подлезть. Возможно, когда стойку сниму, потом подлезу. Так, ну что ж, надо теперь на второй стороне все то же самое проделать. И будет все. Супер. Сейчас сделаю, покажу. Итак, друзья, вот заклепал. Еще четыре штучки. Значит, собственно, для чего все мы это делаем, да? Вот таких ушек на лазере я заказал большое количество множества. Большое количество множества. Большое множество количества. Вот. Вот такие ушки. Собственно, для чего? Для того, чтобы многие элементы кузова должны быть съемные. Там спереди где-то там что-то сниматься. Сзади вот здесь вот сверху может быть что-то, чтобы снималось. Вот. И чтобы каждый раз не приваривать гайку, вот это вот все. Вот такие красивушки. И туда заклепку резьбовой бамс. И все. И у тебя готовое... Готовое решение для прикручивания чего-либо. И вот такие вот болтики под шестигранник и аккуратненькие. Все продается у нас в магазинах. Болтик такие вот. Такой болтик рубль двадцать стоит каждый. А заклепка три рубля стоит. И все. И быстренько шпук-шпук. Самое главное удобно. Ничего тут держать не надо. Ничего. Прям бамы прикрутил. Сейчас я прикручу. И пойдем дальше делать дела. Так, друзья. Время уже поздно. Наверное, сегодня все. Ну, просто сегодня бамы. Приехал, в общем, трактор к соседям. И тут землю он, в общем, тут ровнял. И я просил его у себя тут тоже подровнять. И заодно еще он мне дерево посадил. Видите? Не знаю, приживется или нет. Вот. Сосна. Не знаю, видно или нет? Сейчас попробую. А, видно вообще. Классно. Блин, камера как хорошо снимает ночью. Вот такая вот сосна. У нас теперь только гроза появилась. Я ее поливаю тут. Вот. А вот здесь вот мы разровняли. Теперь сюда можно будет баню поставить. Вот. Вот. В общем, полдня вот с этим трактором тут провозились мы. Вот. Поэтому ничего я больше не успел. Короче. В следующей серии мы с вами доделаем вот эти крылья. А еще нам нужно будет поработать немножечко поработать, да? Как вы, думаю, заметили, висит над нами машина. Это Toyota Cresto, по-моему, или Chaser. Вот. И нам нужно будет сварить на него выхлоп из нержавейки. Вот такая труба. Одна труба из нержавейки нам на выхлоп, на баги. Это 60-я труба из нержавейки. А вот вторая труба как раз пойдет на Toyota. И вот что труба из нержавейки лежит. Это 42-я труба. И нам сейчас... Блин, сейчас будет барабун. Сейчас я залезу туда. Нам надо будет заготовить вот такую новую приемную трубу из нержавейки. Вот из этой трубы. Самое интересное. Согнется ли она в трубогибе? Это нержавейка. Согнется ли она в трубогибе? Потому что тонкая труба не гнется. Я пробовал. В следующей серии расскажу как. Но вот эта труба, у нее стенка 3 мм. Она толстая. Толстая. И вот интересно, согнется она или нет. Также нам надо будет изготовить новый фланец. Либо этот доработать. Но какой-то он ржавый. Не знаю. Может быть новый изготовим. Может где-то используем. Вот такие вот дела. Так что подписывайтесь на канал. Завтра будет новая серия. Пока. Это была серия каждый день. Она выходит каждый день. А я пошел монтировать ее. Чтобы вы увидели ее. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Нормально. Продолжение следует...